приветствую всех здесь присутствующих а также кто в будущем будет смотреть мы сегодня с вами попробую быстро буду быстро говорить что не успеете потом просмотрите оказание первой доврачебной помощи и мне нужна моя презентация где наглядно вам будет все понятно значит первая помощь при солнечном ударе солнечный удар что нужно чтобы предотвратить необходимо одевать обязательно головные уборы а также опасно наше солнышко с 10 с 11 дня до 16 часов это время необходимо закрываться от солнечных лучей это вот предотвращение следующее что нам поможет это пить достаточно количество воды 30 миллилитров на килограмм веса в жару можно даже 50 миллилитров воды на килограмм веса этот предотвращает предотвращает обезвоживание потому что с потом и с дыханием например с дыханием мы теряем 800 миллилитров жидкости в день поэтому и с дыханием мы теряем и с потом теряем жидкость первая помощь и как это выглядит при солнечном ударе человек может потерять и сознание может подняться температура головная боль тошнота даже рвота также могут получить и тепловую тепловой удар это например в жарких помещениях то есть солнце нет но находится в закрытом помещении доступ чего нарушен кислорода поэтому рекомендую до проветривать помещение почаще да кислород нам не вреден а также когда мы ложимся спать это тоже очень может многих спасти потому что не только до доступ воздуха тепловой удар предотвращает но также и отравление допустим угарным газом следующее значит это для маленьких детей чтобы да было понятно что нужно сделать это мокрую теплую тряпочку обмотать вокруг головы для того чтобы охладить головной мозг следующее дать значит питье и возможно если обморок да то нашатырем если есть собой у многих собой его нет поэтому помощь при обмороках мы дальше с вами изучим вот но также обратиться конечно к врачу если состояние все хуже и хуже да у пациента значит помощь при судорогах судороги возникает по разным причинам это могут быть значит кисты головном мозге черепно-мозговые травмы это может быть значит без анатомических изменений в головном мозге допустим при гипертермии длительной до когда высокая температура у детишек вот также это бывает при злоупотреблении алкоголем на второй третий день после прекращения приема алкоголя при длительном запое до этого какая помощь с вашей стороны человека обязательно перевернуть значит на бок при судорогах зафиксировать голову почему потому что когда и в припадке человек бьется он травмирует свою голову если есть возможность когда вы видите что человек теряет сознание нужно его подхватить но если не успели то хотя бы зафиксировать на боку это предотвращает западение языка большая ошибка у людей такая что во время судорог значит лазают в в ротовую полость разными предметами пальцами это очень травмоопасным почему потому что не нужно лазить ни ложкой в ротовую полость никакими либо палками ни пальцами вас прикусит пациент дальше вы травмируете я часто приезжаю на такие травмы что травмируют не оба верхние щеки язык зубы поэтому ничем не лазите в рот для того чтобы не запал язык вы фиксируете человека на боку в будущем я вам это покажу значит и удерживаете после того как припадок уже случился да человек потихонечку приходит в себя в сознании специально его будет не нужно первые 30 минут приблизительно человек после припадка не помнит он может быть не адекватный он может на все вопросы ваши отвечать может не отвечать сознание еще к человеку не пришло то есть он на вас смотрит слышит но он и потом этого не будет помнить следующее что еще хотела вам сказать что значит предотвращать судороги можно при гипертермии помощь первая это мокрая теплая тряпочка на голову детям или в виде челмы на голову повязываете если температура выше 38 и выше да не допускаете до 39 злоупотреблять гипотермическими препаратами да там допустим есть препараты которые снижают температуру есть люди которые злоупотребляют ими например 37 там с копейками уже принимают процитамол и буклин да и бупрофен не стоит потому что вы удлиняете срок болезни поэтому лучше физические методы охлаждения и если вот мокрая теплая тряпочка на голове будет головной мозг уже не будет перегрываться и уже у ребеночка профилактика судорог вы провели значит помощь при ожогах значит предотвратить ожоги до необходимо обязательно до детям все проводить рассказывать чтобы дети знали значит то если ожоги бывают у нас химические значит термические вот значит если это ожог например термический то необходимо проточная вода вот если это 1 2 степень первая степень это просто покраснение вторая степень это пузырь с прозрачной жидкостью вот если пузырь с крашеной жидкостью вот то это уже повреждение мышц идет поэтому кровь попала понимаете да уже мышцы повредились и кровь попала уже в эту жидкость пузырь вскрывать его специально не нужно вот он сам скроется вот и вот при 1 2 не открытых ожогах то нужно холодная проточная вода а также у нас есть снежок вот можно использовать если допустим рядом оказалась аптечка да гипотермический пакет если же значит нету то значит наш хирург пирогов использовал спирт 70 там 95 процентный спирт использовал при ожогах как это действует значит это дубит кожу и не будет пузыря это предотвратит то что будет дальнейшее до течение ожогов до ожоговой болезни пример приведу была девочка 12 лет во время великой отечественной войны получила ожоги и ожоги были у нее больше большого да почти всего просто всего тела и он ее облил спиртом кожа задубила да и не было вскрытия не было пузырей и таким образом он предупредил ожоговую болезнь чем опасно ожоги опасно тем что есть проценты поражения кожи вот если вы можете посчитать берем свою ладонь смотрим на свою ладонь и ладонь пациента то есть мы все разного размера да маленькие дети другого ладонь это один процент и мы так вот считаем если более 10 15 процентов у 10 у детей 10 процентов это может вызвать ожоговую болезнь мы через открытые открытую кожу теряем нашу плазму крови жидкую часть крови кровь становится более густая и мы испытываем значит дефицит циркулирующей крови что может вызвать дальнейшее осложнение до осложнения до вплоть до сепсиса такие осложнения потому что еще присоединяется на открытую поверхность до инфекции поэтому если открытая поверхность до кожи то необходимые ее асептические повязки желательно бинты до стерильные можно смочить физраствором но если вы находитесь в лицу с собой ничего нету можно просто тряпочкой обмотать и чистой водой полить да это вот почему нужно увлажнять потому что если вы сухое сделаете бинтование то плазма крови будет пропитывать этот бинт и человек будет терять а если она будет мокрая то человек не будет терять жидкость понятно да следующее если это химический ожог например ну например маслами например битумом то нужны значит мелкодисперсное значит это например мука мукой можно вот вода тут не поможет почему наоборот усугубит потому что если битумом да получается ожоги вы поливаете водой то вода закипает на коже и ожог углубляется масла не рекомендую мазать до сразу первые значит первый день после ожогов потому что также вы создаете пленочку и термо термический ожог идет глубже в более глубокие слои кожи значит так как у нас первая до врачебная помощь да то нужно вызвать врача и мы уже даем обезболивающие ставим систему если более 10 процентов то мы капаем физраствор да вот видите ставим систему но это уже медицинская помощь и вы не можете это совершать даже медик есть такой закон даже медик находясь не в рабочее время не в рабочем месте если оказывает медицинскую помощь то он несет сам ответственность и если он навредит то может даже светить значит нарушение закона да могут в суд подать вот поэтому осторожно еще забыла сказать что прежде чем оказывать первую помощь надо убедиться вам ничего не угрожает и только потом приступать к оказанию первой помощи так значит вот это тут написано да вы можете сейчас пока прочитать то же самое что я говорила а пока я скажу что был такой случай что женщина значит у нее был отек венки и врач он врач реаниматолог оказал ей первую медицинскую помощь вставив есть здесь трубочку и спас ей таким образом жизнь потому что у нее здесь гортань отекла она не могла дышать и благодаря вот этой вот трубочки она продышала и когда она уже выздоровела она подала на него в суд потому что чисто эстетически у нее здесь был шрам и этот суд длился долго да и вот и думаешь нужно ли было так вот до спасать потому что есть люди которые вам спасибо могут не сказать поэтому будьте осторожны и медицинскую помощь лучше значит если только вы видите что вы уверены что не навредите потому что вам тоже не разрешено давать лекарства могут быть у человека аллергии так но это вот для детишек чтобы было понятно да в холодную воду охлаждать нужно и обезболивающее но это только вот могут дать родственники родители но не вы далее у нас обморожение при обморожениях значит первые минуты и потом выглядит примерно так же как ожоги обычные то есть идет гиперемия да отек и дальше может быть также пузырь выглядит как как ожог первая помощь при обморожениях это руку значит или там конечность в холодную воду не в теплую не в горячую а именно в холодную воду снегом растирать не нужно потому что вы дополнительно растера значит травмируете кожные покровы да поэтому под холодную воду и потихонечку или просто в комнатной температуре начинает человек потихонечку да и обязательно обращаться в врачу потому что в первые там 5-7 дней уже будут участки видны которые обмороженные и которые здоровы они будут границы даже видны значит первая помощь при кровотечении у нас кровотечение бывают трех видов какие кто помнит все правильно капиллярное капиллярное кровотечение это обычно ссадина и она проявляется на коже виде росы это мы получаем там когда вот дети до коленочки локти все разбиты вот первая помощь это в рану перекись водорода вокруг раны йода и таким вот образом идет предотвращает попадение дополнительной инфекции пластырем можно значит следующий вид кровотечения это венозный вид кровотечение проявляется каким образом венозная кровь выглядит темно-красного цвета вот немножечко ближе к синему но она все-таки темно-красная такая бордовая она вытекает в виде реки и может быстро вытекать вот таким вот образом чтобы помочь человеку нужно остановить это кровотечение как мы это можем сделать накладываются венозные жгуты вот у нас есть такие вот жгуты как жгут эсмарха ну собой если нету можно использовать допустим ремень да желательно использовать ремни широкие почему потому что очень часто бывает что человек значит перевязали жгутами вот такими вот тоненькими вот на рука синяя и потом через какое-то время повреждаются нервы нервные окончания повреждаются погибают вот повреждаются также сами другие сосуды вот и жгут нужно накладывать таким вот образом есть определенные алгоритмы наложения жгута но вот основные вам скажу если у нас травмированная конечность то накладываются жгуты выше места изгиба да если это локтевой изгиб это если коленная да то выше накладывается жгут далее накладывается это по времени не буду говорить как там зимнее значит летнее время если вы видите наложили жгут если видите что конечность стала холодный и синий то нужно жгут немного ослабить потом обратно и и значит завязать по ту же чтобы восстановилась кровообращение иначе можно потерять саму конечность далее нужно тугое бинтование во время венозного кровотечения тугое бинтование или если есть просто не что там ткани да какие-либо туго 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 также вот и можно наложить даже это есть перевязочные такие пакеты но это если у вас с собой они оказались да там внутри еще ватка есть то есть она мало того что бинт вы накладываете и сверху еще и бинтуете и получается что она пропитывается кровью тромбируется и кровотечение останавливается и плюс жгут значит у меня много было таких до венозных кровотечений вот я работаю на скорой помощи уже 13 год и первую помощь оказывали где-то в 50 процентах случаев в остальных случаях первую помощь никто не оказывал и человек вот так вот терял вот мы приезжали был такой случай что человек лежит в крови полностью вот и видно что это венозная кровь потому что она течет как рекой как река вот она вытекает вытекает спокойно вот он лежит и уже весь уже бледный и ведет это геморрагическому шоку прошоке я чуть попозже скажу вот таким образом первая помощь не была оказана если была бы оказана он бы меньше крови потерял бы до следующий вид кровотечения у нас артериальный самый опасный вид кровотечения до в зависимости от того какая у нас артерия повреждена есть у нас крупные магистральные артерии да есть умение да вот значит носовой кровотечения сейчас потом про артериальное поговорим носовой кровотечения не нужно запрокидывать голову потому что будет течь по задней поверхности глотки поэтому берете значит бинтик смачиваете его перекисью и потихонечку видит турундочки вот так вот вкручиваете в место где у вас кровотечение далее идет при сжатии от этой вены это и ну не нужно ее запрокидывать потому что кровотечений бывает так что так вот запрокидует потом у нас машине рвота кровью потому что желудок наполняется кровью вот если кровотечение это появилось нужно думать какая же причина если это высокое давление то что нужно сделать Померить давление, оказать помощь при высоком давлении. При высоком давлении оказывается помощь холодная на шею и горячая к конечностям, чтобы расширились сосуды конечностей и сузились сосуды в шее, чтобы не было инсульта. Это защитная реакция организма, когда лопается сосуд в носу. Очень часто я езжу, несколько кровотечений, человек жалуется, вот я кровь теряю, но давление не собирается сбивать, не собирается диету соблюдать. О том, что сегодня говорили про здоровый образ жизни. Но еще мало того, что здоровый образ жизни не соблюдать, и постоянные препараты тоже мы не будем пить. У нас есть два варианта. Или вы соблюдаете строгой ЗОЖ, или пьете, вот я за то, чтобы пили препараты, которые назначены. Потому что есть люди, которые и ЗОЖ не соблюдают, и препараты вредны. А потом мы его возьмем с инсультом, с инфарктом, с тромбами и все подобное. Далее, значит, это носовые кровотечения. Был случай, когда тоже часто носовые кровотечения. Связано было это с кистой головного мозга. Внутричерепное давление повышается. Поэтому необходимо выяснять причину. Они просто остановили, а именно выясните причину у доктора. артериальное кровотечение – это алого цвета кровь, и течет она фонтаном. Видите, что она как фонтан, и она еще пульсирует. Помощь при артериальных кровотечениях есть такие точки. Мы знаем, что вены идут к сердцу. Артерии идут как? От сердца. Таким образом мы и думаем, как помогать. Понятно? Поэтому если артерии у нас идут от сердца, то прижатие артерии должно быть, посмотрим, как. Давайте, если это, допустим, у меня предплечье, и у меня здесь артериальное кровотечение или кисть, то где я буду прижимать место, чуть-чуть выше того места, где у меня есть кровотечение. Если у нас здесь кровотечение, то прижимаем артерию. Это нужно знать анатомию. Если не получится, то само место нужно прижать, пальцевое прижатие. Просто наложение жгута артериального и перебинтовать не поможет. Я уже так ездила несколько раз. Благо, что это были артерии, которые не такие крупные, допустим, на кисти или на предплечье. Человек просто бинтует. Это он котлету хотел. Значит, две котлеты вместе они соединены, были ножиком так вот так, и себе прямо повредила артерию на кисти и просто перебинтовал. В таком случае нужно пальцевое еще прижатие, потому что давление там высокое. Если у нас давление здесь 120, то в области аорты уже давление 130-140. Поэтому давление высокое, и оно под большим напором быстро от реального кровотечения вытекает. Значит, место, где, как, значит, если нужно будет, мы вам пришлем в виде электронного формата прижимать. А так я вам сейчас чуть попозже могу показать, кто ко мне пойдет. Дань, пойдешь ко мне? Покажу. Мне надо, чтобы кто-то мне микрофон подержал. Так, если, допустим, мы говорили с вами, да, это кисть, то высшее место мы вот таким образом придавливаем. Хочу сказать, что кровь несет в себе очень много разных, да, инфекций. Поэтому будьте осторожны, вы можете заразиться разными инфекциями. У нас очень много трещин. Желательно с собой все время носить перчатки. Вот, ну, по возможности, да, если нет, то хотя бы на пакет в руку. И, значит, придавливаете, и вот таким вот образом к костям. Обязательно артерии нужно прижимать к костям. Тоже нужно знать желательно, конечно, анатомию. Если здесь, то так же вот у нас здесь, допустим, прижимаем. Артерии находятся очень глубоко. Господь так все усмотрел, что у нас артерии находятся очень глубоко, вены находятся на поверхности. Артерия сопровождается двумя венами. Повредить их очень сложно, но бывают такие случаи. Если артерия, значит, у нас проходит, если здесь, то точно так же или здесь пальцевое прижатие, или садимся кулаком. Ложись. Если у нас нижняя конечность, нет, вот так вот, пожалуйста. Так, если у нас нижняя конечность, да, если у нас подколенная артерия, да, то таким образом можно привязать, да, вот, и она как бы сама себя зафиксировала, да. Вот, если это идет здесь кровотечение, то, значит, берете свой кулак и прижимаете в месте, где она входит уже в аорту. Вот таким вот образом надо придавливать. То есть не только жгут. Тут жгут уже не наложишь никуда. Если это брюшная аорта, мы с вами сказали, да, что она идет от сердца, да, то точно так же, где вот кровотечение, чуть-чуть выше этого места, мы придавливаем полностью. У нас случай был позапрошлом году, спасли мужчину с повреждением сонной артерии, вот. Вот, но вы знаете, что сонная артерия, она крупная, примерно она, как толщиной палец, да, вот. И если повредилась, допустим, часть артерии, то можно еще, но только если правильно оказать помощь. Если полностью, то очень сложно. У меня зять так погиб, ему сонную артерию перерезали, никто не смог. Просто завязали вот так вот ему шею, и он просто впитывал кровь. Но никто помощь не смог оказать. Сегодня сказали, что я оказываюсь первой на месте, но это неправда. Вы же знаете, как мы быстро едем, скорая помощь. Поэтому первая помощь оказывается вами, а мы уже вторые. Так что мы не первые, мы вторые. Поэтому очень часто, и я благодарна людям, которые оказывали при утоплении, пожарах, первую помощь. Вот, поэтому умейте оказывать. И вот мужчина смог другого мужчину, да, спасти, так сказать, до приезда скорой помощи. Он таким вот образом прижал ему сонную артерию, и мы, извините, но мы таким вот образом всем своим весом давим сонную артерию. Есть другой метод. Вставай. У нас есть седьмой шейный позвонок, и он имеет сонный бугорок. Но дело в том, что бывает человек взрослый и высокий, а это ребенок, например, да. Ребенку легко вот так взять и прижать сонную артерию к кости. Но если он большой, а вы маленький, то только всем своим весом вот так давить. Понятно? Вот таким вот образом. Спасибо. Садись. И наша фельдшер тоже на него так села. И они таким вот образом, он говорит, мне нечем дышать. Она чуть-чуть отпустит и опять давит. И вот ему пришили. Вот. Зашили. Пока не зашьют, с него не слазите. То есть вот эта артерия, это просто это минуты. Если сонная, там, аорты, это просто считанные секунды, да, тут две минуты где-то или минута, человек теряет сознание. В течение 15 минут остановка сердца. Есть у нас, скажу вам, три правила работы внутренних органов. Первое из них, все органы работают незаметно. Вы сейчас чувствуете, сколько раз вы дышите? Вы чувствуете работу своего сердца? А вы чувствуете, что ваша печень инактивировала очень много всего? Нет? В течение, нет? С утра завтрак. А желудок свой чувствуете, как он работает? Нет. Это правила работы. Но если мы чувствуем, как работает орган, это значит, там есть или сверхнагрузка, или патология. И необходимо обращаться вовремя к врачу. Да, уже сказали. Профилактика очень важна. Не нужно ждать, когда там уже, помогите, болит. И следующая причина, органы, значит, следующее правило. Органы работают тогда, когда в них есть то, зачем они работают. Например, если мы голодаем длительно, мы не кушаем, то у нас желудок атрофируется. Поэтому выход из голодовки нужен постепенно. Если, например, нет крови, объем циркулирующей крови снижен, потеря крови, у сердца нечего качать, он дает остановку. Если это почки, нет давления ниже до 60, то почки дают острую почную недостаточность и перестают работать. Также головной мозг. Если ему не загружать дополнительно никакой информацией, даже во взрослом возрасте, вам нужно постоянно чему-то обучаться, каким-то движением. То есть не зря у нас постоянно профилактика. Новые какие-то языки изучать, новые материалы, постоянно учиться. Грузите свой головной мозг. Иначе тоже атрофируется. Тоже незачем ему работать. Если только работа, значит телевизор, работа, дом. Да, это вот как раз. И сосуды, конечно, тоже. В общем, по артериальным кровотечениям коротко, потому что, видите, у меня времени мало. Далее у нас мы видим электротравма. Электротравма тоже. Мы видим, если есть оголенные провода, то мы знаем, какие предметы передает ток. Давайте перечислим. Вода. Вода передает, да. Металл, да, передает ток. Сам человек передает ток? Да, передает. Вот, поэтому нужно, прежде чем оказать помощь, нужно осмотреться. Хорошо? Нет ли тут проводов? Еще вода мы перечислили. Если все вокруг мокрое, дождь, провод, и человек лежит, если вы подойдете, вас так же стукнет током, вы будете рядом лежать. Поэтому вот мы подготовили вам пример, да, вот резиновые сапоги, то, что не передает ток. Дальше коврик резиновый, может быть, там автомобиль кто-то, да, принесет что-то. Палка сухая не передает, пластик не передает. Таким образом вы отодвигаете. Прежде чем к человеку подойти, обязательно нужно такими вот шагами подходить, чтобы оказать первую, значит, помощь. Нельзя таким вот образом подходить. Чем вы ближе, да, к току, тем больше будет процент того, что вас может ударить. И чем вы потихонечку, вот так, если человека взяли, оттаскиваете, да, то тоже. Но говорю вам, что человек передает ток. Был случай, что мужчина поставил аккумулятор на зарядку. Вот, его дочь взяла, значит, простынь мокрую, чтобы повесить, и зацепила эти провода, ее стало бить током. Человек сам не может отойти от тока, продолжает его бить. И мама ребенка, да, вот подростка, она хотела ее спасти, взяла ее за, значит, за кисть. Да, но ток же она передает, поэтому вот и вместе они потом лежали, муж пришел, нету ни жены, ни дочери. Поэтому не прикасаемся, да, к людям. Берем сухое полотенце, палку, не стесняемся оттолкнуть, да, или вот полотенцем обмотать, потянуть, да. В общем, вот, и чем опасен ток? Опасен тем, что он дает ожоги, эти ожоги, термические ожоги, все ожоги нельзя обрабатывать перекисью, чтобы вы знали. Вот, дает ожоги, дальше дает аритмии и остановку сердца может давать, потому что сердце у нас тоже генерирует, да, электричество, и оно таким образом работает. И когда сильный удар током, то помогает иногда дефибриллятор. Вот, был у нас такой случай 5 лет назад. Ребенок ехал мокрый, вот, на роликах катался, и тут было кафе вместе с забором. Вот, он уставший, мокрый, потный, прикоснулся к этой металлической, его ударило током. И наша фельдшер не смогла ему успеть помочь, потому что была остановка сердца. Вот, после этого она вышла на долгий больничный, потому что ей было тяжело, ребенку было 9 лет. Значит, первая помощь при несчастных случаях. Вот, мы сейчас потихонечку с вами их будем проходить поподробнее, да. Значит, это переломы. Переходим к перелому. Переломы бывают у нас закрыты, открыты. Открыты – это с повреждением кожных покровов, закрыты – это без повреждений. Бывают со смещением, бывают без смещения. Как нужно помогать? Если вы видите, что у человека была сверхнагрузка, да, то есть он упал, споткнулся, там, если он старенький, вот сегодня Елена говорила, остеопороз, да, может быть, нужно вам профилактику проводить, потому что мы все всегда падать можем, поэтому растяжки очень полезны, да, кальций и витамин D нужен, да, после менопаузы обязательно соевые продукты, да, что гормон природный эстроген. И растяжки, если делаете, то у вас укрепляется мышечный корсет, да, и переломов не будет, потому что ваши кости будут на своих местах. Далее, если случились все же переломы, то это как выглядит? Отек, да, сильная боль, также может быть крепитация, то есть хруст. А также может выглядеть это, вот видите, что кость неестественная. Первая помощь какая? Нужно обязательно зафиксировать конечность, если это конечность, да, если ребра, то вы никак не можете зафиксировать, вот, если конечность, то если кость в сторону, вы не вправляете ни в коем случае обратно. Почему? Вот у нас с вами здесь есть кости, кости бывают разные, да, вот мы видим, это вот конечность, у нас трубчатые кости, и внутри здесь находится желтый костный мозг. И когда эти кости смещаются, они могут повреждать сосуды, могут повреждать нервы. Опасность в том, что когда повреждается сосуд, то может быть эмболия, вот этот жир костный, может попадать внутрь сосуда, плавать и вызвать эмболию. То есть бывают тромбы, да, которые это сгустки крови, да, значит, тромбоциты вместе, да, связанные. А бывает это что? Это инородные предметы, бывают части, да, одежды, бывает костей, ой, значит, желтого костного мозга. Поэтому нужно фиксировать обязательно. Фиксация происходит таким вот образом. Мы накладываем шину. Вот мы видим на картиночке такая шина, да, и фиксируется, если это повреждение, значит, сустава, то все три сустава фиксируются. Допустим, если это кисть, то фиксируется тут и кисть, и плечевая, да, и плечевой сустав, и локтевой сустав вместе фиксируются таким вот образом. Но если, говорю, если есть сторону, да, отходит, вот прям так и фиксируете. То есть не вправляете обратно никакие конечности, если кости, да, в разные стороны. Если видим, что открытый перелом, то нужно обязательно, значит, наложить стерильную повязку, а потом уже накладываются шины. Шины можно использовать из подручных средств. Картон, значит, палки, да, какие-то доски. Вот, если успею, покажу вам сегодня, да, как фиксация происходит, просто накладываете и туго бинтуете. Дальше, значит, если это перелом, если падение с высоты, то нельзя человека двигать. Вот, нельзя его переворачивать. Если он без сознания, то только голову на бок, только голову на бок. Потому что, если вы, может, предполагаете, что есть переломы шейных позвонков, они могут сместиться и провредить какое-то, что там можно в позвоночном канале, что у нас проходит. Спиной мозг, да, и можно повредиться. Такие случаи тоже бывают. И молодцы. В основном, сколько я ездила, когда есть падение с высоты, да, там, будь то дети, взрослые, мы, значит, видим, что они на щите, уже до нас, на дверях, там, допустим. Вот, или они совсем нетронутые. Молодцы. Вот люди уже знают, что не надо трогать. Мы проверяем все, предполагаем, какие где переломы, накладываем. Значит, у нас есть воротник шанса, накладывая, у нас есть щит переносной такой, знаете, есть мягкие носилки, а есть у нас щит. И на щит, чтобы не было смещений позвонков. Хочу сказать, что сейчас открылся у нас плавательный сезон. Пожалуйста, проведите работу, да, кто у нас любит прыгать головой вниз, чтобы, если вы знаете дно, местность, да, и все равно это опасность. Очень часто молодежь прыгает головой вперед, и потом они всплывают. Такой случай у нас был и в том году, и позапрошлом, много раз уже. Вот, всплывают, потому что есть переломы шейных позвонков, и уже руки, ноги перестают двигаться, да, может даже чувствительность нарушаться. Человек не может дышать. Он задерживает дыхание, если кто-то увидит, что он всплыл, его достают. Вот так 27-летнего в том году достали. Он всплыл и не двигался никак. Его достали, и уже скорая помощь оказала ему, значит, и первая помощь ему была оказана. И, слава Богу, я потом через два месяца ездила к нему, все хорошо, и руки, ноги двигаются, потому что предотвратили. Был только ушиб спинного мозга, не было повреждений спинного мозга. Вот, да, слава Богу. Значит, по переломам вопросы, если со смещением, то необходима операция наложения, значит, спиц, потому что на место ставят. Нужно оказывать помощь сразу в ближайшие два часа, иначе может быть травма, такая необратимая инвалидность уже может человек получить, потому что начинается там отек, и сразу операцию не будут проводить, если вовремя не обратиться. Вот, это вот для детишек, да, вот как оказывать. Тут написано, что обезболивающее, это уже мы даем обезболивающее, если это ребенок, то мама с папой. Значит, укусы. Укусы бывают разные. Укусы бывают, значит, животных. Если это, вы знаете, что животное привито от бешенства, другое дело. Если не знаете, то есть некоторые симптомы, значит, укусов, то есть животных, которые могут быть заражены бешенством. Вот это первая опасность. У животного текут слюни. Дальше, значит, ест несъедобные предметы, висит хвост, и не лаял до того, как напасть. Если вы не знаете, что же животное, то бешенство у нас не лечится, чтобы вы знали, если человек заболел. В ближайшее время нужно обратиться обязательно в травмпункт. И первая ваша помощь – это мылом хорошо промыть рану, именно мылом, под проточной водой. Далее, обработать йодом, именно саму рану. То при обычных травмах не обрабатывайте, а тут нужно обработать саму рану йодом, или лучше бетадином. Правильно? Дальше. Следующее. Вы обращаетесь, перевязка септическая, то есть бинтом, перевязали рану, и обращаетесь в травмпункт, делают инъекции от бешенства, если вы не знаете. Следующая опасность – это инфекция от слюней. Кроме бешенства, еще есть у нас другие инфекции. Возможно, назначат антибиотики. Прием будут контролировать. Если на второй-третий день место раны отекло, и вы чувствуете вместе раны пульсацию, гиперемия, то есть красная, то это значит, что дополнительная инфекция присоединилась, и необходимо обращаться. Возможно, промывать нужно рану, антибиотики пропивать. Это врач назначает. Дальше. Укусы змей. Чтобы предотвратить укусы змей, необходимо, когда вы идете в лес, обязательно топать ногами. Они звуки не слышат, они чувствуют вибрацию. Топаете ногами, одеваете высокие сапоги, конечно, не все одевают. И, значит, с палочкой тоже. Палкой ходим и топаем. И следующее. Они убегут. То есть они услышат, что какая-то опасность, и убегут. Ну, то уползут. Если же там их гнездо, то они не уползут. Они будут защищать свое гнездо и могут напасть. Защищая. Если увидели, потихонечку разворачиваетесь, или вот так не смотрите, потихоньку назад, вот так вот идете, в глазки не смотрим. Если же все же укусила, то нужно, необходимо, важно запомнить, какая змея укусила. Значит, у нас есть ядовитые, несколько видов России. Поэтому нужно запомнить вид змеи. Вместо, что мы делаем вместе. Высасывать яд нельзя. Можно выжить, сколько возможно. Далее можно промыть рану, если есть с собой асептические растворы, мироместин, перекись. Далее накладываем жгут выше места укуса. Далее асептическая повязка и желательно холод, если возможно. Лед там, если есть вдруг, если снежок с собой есть, обычно не бывает. И обездвижить нужно конечность, то есть ею не двигать. Почему? Чем больше мы двигаемся, тем улучшается кровообращение. Кровообращение. Вам сегодня зарядочку. Вы, наверное, сейчас уже уснули все. Вы не двигаетесь, кровообращение нарушается. Когда укусы змеи, надо, чтобы кровообращение было медленным, чтобы яд медленно распространялся. Не бежать. Если есть возможность транспортировать лёжа пациента с обездвиженной конечностью. Если нога, то человек может так вот опереться и подпрыгивать, и обратиться в травмпункт, и уже вы опишите, и вам ведут сыворотку, противоядие. Это вот как выглядят укусы змей. Дальше есть у нас клещи. Клещи у нас, чтобы их не было, надо репеллентами обработать полностью свою одежду, прежде чем идти в лес. Нужно светлую одежду одевать, а не цвет леса, потому что тогда вы не увидите, как он по вам ползает. Это предотвратить, чтобы. Далее, если всё же вы видите, что она вас укусила, то важно её выкручивать. Можно против, можно по часовой стрелочке, как вам удобно. Выкручиваете. Не нужно смазывать маслом, спиртом, йодом, потому что испугается клещ. Больше слюней своих выбросит к вам под кожу. И опасность – бролиоз и энцефалит. И тоже эти болезни не лечатся. Дальше, значит, и место вытащили, на мокрую ваточку положили клеща, и в ближайшие двое суток необходимо отнести на сдачу анализа. И тогда будет видно, заражён он или не заражён. Желательно потратить деньги и выяснить. Далее, место укуса, если заражён, то оно выглядит, значит, место укуса, отёк и вокруг как бы нимб. Знаете, нимб такой. Вот это, значит, заражён. Первые три дня необходимо инфекционисту назначить вам антибактериальную терапию. Тогда вот это и есть предотвращение. То есть в ближайшие три дня надо принять решение. Принимать, не принимать. На всякий случай нежелательно принимать, иначе будут у вас проблемы. Самостоятельно, нежелательно. Так, по клещам. А место, значит, обработать йоденолом или йодом, бетадином, чем-нибудь, да? Вот. Дальше мы смотрим. Так, насчёт укусов. Что там у нас ещё? Какие ещё укусы мы не сказали? Собаке сказали, да? Бешенство, да? Бешенство сказала. Вот. Если какие-то, допустим, раны наступили на гвоздь, значит, ржавые там какие-то, то есть опасность столбняка. От столбняка нужно прививаться каждые 10 лет противостолбнячной сывороткой, потому что от столбняка также нет лечения. Вот. И место раны нужно обработать обязательно. Но если это глубокая рана, всё же желательно обратиться в травмпункт, чтобы оказали ещё помощь, да? Выдавить как можно больше крови из раны, когда вы там наступили на гвоздь, допустим. Укус кошки, если вы её не знаете, да, то так же, как и от собаки, может быть и бешенство, может быть и просто инфекция от слюны. Значит, что там ещё, какие у нас укусы? Вроде мы все уже обговорили. Что? А, пчёлы. Да. Насчёт, значит, пчёл. Если есть аллергия на пчёлы, вот, на шершня, ну, на шершня обычно вы не знаете, они редко очень кусаются, но бывают случаи. Вот, если вы аллергичный человек, то необходимо, чтобы вам врач прописал антигистамины иметь с собой постоянно, дальше иметь с собой адреналин, если вдруг анафилактический шок будет, и иметь с собой дексаметазон. Это у кого? Почему? Год назад мужчину такого молодого, 50 лет, укусил шершень, и он сказал, ой, мне что-то плохо, в шею укусило, и через 15 минут его не стало. Это анафилактический шок. Про шоки сейчас чуть попозже расскажу. Кажется, вы уже сейчас уснёте. Ну что, не уснёте? А, с собой нужно, если вы аллергичны, то по назначению врача нужно иметь с собой антигистамины, дексаметазон, это гормон, это при сильных аллергиях, допустим, отёках. Отёк квинки бывает по всему телу, но опасен артёк лица и отёк гортани. И первая помощь – это введение дексаметазона, но это может вводить только медик. Понимаете? Вот. И следующее, что вы можете просто задыхаться. Вот. Антигистамин, он снижает отёк, да, и, значит, дексаметазон тоже быстро убирает отёк. Вот. Если это отёк гортани, как это проявляется? Вы чувствуете, что у вас язык во рту не помещается. Дальше мы даём пить. Если человек пьёт, значит, всё в порядке, гортань не оттекла. Дальше мы смотрим полость рта и начинается ещё кашель. Вот такие вот симптомы. Это очень быстро может развиваться, это очень опасно. И следующее, для при анафилактических шоках мы используем адреналин, но это только по назначению врача и иметь с собой в аптечке, вот мужчина умер до приезда скорой помощи за 10 минут. Да, вот они вызвали через 5 минут, получается 5 минут, как они… Ну, они качали, конечно, сердечно-лёгочная реанимация была, но не смогли. Шок – это очень серьёзно. Отравление, значит, газами. Есть отравление угарным газом, отравление, значит, продуктами горения. Вот, предотвращать это нужно таким вот образом. Вы, когда ложитесь спать, у вас есть колонка, да, у вас есть, значит, обязательно проверять, вызывать службы газовые. Следующее – ложиться спать с открытой форточкой. Почему? Потому что очень часто мы приезжаем, когда всё закрыто, закупорено, и люди, значит, проявляются это такими симптомами, как головная боль, может, кашлем, потому что сейчас стали в газ добавлять такое вещество, которое вызывает першение. Вот. Запах вы можете не почувствовать. Вот. Вызывается это рвотой, жидким стулом. Было так, у меня все были живы, кому я ездила, все были живы. Был и одномесячный ребёнок, и бабушка, и целая семья. Они говорят, мы не знаем, что с нами. И жидкий стул, и рвота. Думали, что отравились. А это был угарный газ. Был случай, когда, значит, мужчина пьющий, да, заснул сигаретой. Вот. У него случился пожар. Это Сталинка дом. На втором этаже спала, значит, семья пожилая. И они не проснулись, потому что они надышались продуктами горения, дымом надышались. А вот этот мужчина молодой, он весь в ожогах, очень сильно пострадал, но живой, его отвезли. Если бы у них была форточка открытая на втором этаже, понимаете, уже бы лучше было бы. Они бы проснулись от того, что им тошнит, рвота, да. Вот. Это зависит от дозировки, так сказать. Сколько, какая доза. Обычно она такая вяло текущая, знаете, 3-4 часа, 5 часов. Было так, что мы приезжали, констатировали всю семью, кроме одного человека, допустим. Вот. И наших ругали. Мы как скорая помощь, и вы не имеете права заходить там, где вам угрожает жизнь вашей. То есть, если пожар, вы не можете лезть в пожар. Если ДТП, горит машина, вы не можете. То есть, вы можете, но вы сами за себя отвечаете. Вот. И так вот случилось, что наша, значит, скорая помощь прямо зашли в машину, то есть в этот самый, в квартиру, открыли все окна и стали вытаскивать пострадавших. И сами отравились, и лежали 3 недели в больнице, потому что сами тоже. И им не спасибо, наше скорое начальство сказало, отдало в тык. Но зато они мальчика спасли, все остальные были уже мертвые, да, к сожалению. Вот. При отравлении газами, да, открываем, значит, значит, чтобы не дышать, свежий воздух. Чем опасно? У нас есть эритроциты, про которые сегодня говорили, да, что это наши, значит, кровяные красные клетки. Они соединяются с кислородом, с угарным газом. И соединение с угарным газом намного сильнее, чем с кислородом. И этот уже эритроцит погибший. Поэтому, когда пожарные спасают людей и надышутся, да, вот у них сильные головные боли. Я часто дежурю на пожарах. У них сильные головные боли. Хоть мы кислород даем, не даем, толку нету, потому что эритроциты очень крепко соединены с угарным газом. Это нужно уже в стационарное лечение. Вот. И поэтому обращаться нужно обязательно в стационар и ложиться, не отказываться. Вот. Ну, с места надо, конечно, уйти, чтобы дальше не дышать, да, и закрыть все газы, вызвать газовую службу. Электрическим током мы с вами сказали, да, как, значит, при обмороках сейчас отравление. Отравление, если есть, вы видите, что там препараты какие-то человек принял, лекарства, будь то ребенок. Если это менее двух часов прошло, да, то желательно ресторанным способом промыть желудок до чистых промывных вод. Ресторанным способом это вы пьете и рвоту вызываете, пьете, рвоту вызываете. Конечно, нужно обращаться к врачу, выяснить, сколько препаратов принял. Да, если это ребенок, то маленьким детям мы промываем желудок, у нас есть желудочные зонды, это процедура неприятная. Вот, мы ребеночка, значит, пеленочку вот так туго бинтуем, так сказать, да, мама держит вот таким вот образом, мама плачет, ребенок плачет, и мы как изверги промываем, потому что там куча витамина, Д, допустим, ребенок сладких, каких-то препаратов принял, от давления принял. И это чем грозит? Если более двух часов проходит, у нас желудок имеет способность всасывать. Он всасывает печень в панике, почки в панике, ну, в общем, осложнения могут быть серьезные, поэтому прячьте все, что можно, да, от таких вот людей, которые могут, ну, скорее всего, обычно это дети, да, и промывание желудка делается на стадии скорой помощи, оказывается уже помощь, да, медицинская. Если кислотой, то вы не можете, да, не можете, нельзя ресторанный метод тут применять, обильное питье показано, но дело в том, что есть эссенция, и когда будет вызвать, вы вызовете рвоту, вы еще дополнительно будете вызывать ожоги пищевода, да. Если эссенция, то это в течение трех дней пациенты обычно могут, или в лучшем случае у них там рубцы, да, спасают их, в худшем случае это смерть. я тоже возила бабушку, так она, дети ее довели, эссенцию выпила, вот, ну, на третий день, конечно, ее констатировали, у нее были сильнейшие ожоги пищевода, ротовой полости, это вот, я же говорю вам, если здесь даже ожоги, всегда, то, вот, помощь, конечно, нельзя рвоту вызывать при отравлении щелочами и кислотами, рвоту нет. Да, обильное питье можно, да, да, обильное питье можно. Значит, есть такие предметы, которые необходимо срочно вытаскивать, да, если ребенок проглотил батарейку, то это надо срочно вытаскивать, если это магнитики, тоже, потому что магнит с магнитом, если соединяться, две штучки, то там может быть инвагинация, там, некроз, да, местный, это уже, да, часть кишечника уже придется удалять, да, батарейка, она в желудке начинает растворяться и вызывает очень серьезные, серьезные последствия, в виде как ожогов, да, вот, если это монеты, иголки, дети, предметы, там, да, но это не экстренно, но тоже надо вытаскивать, да, потихоньку, вот, значит, если у нас теперь что-то еще хотела дополнительное, ладно, если вспомню, скажу, да, у меня вот племянник проволоку металлическую такую, острую проглотил, Господь все усмотрел, хотели вытащить через ротовой полос, не получилось, уже быстро перистальтика, ушла быстро в кишечник, не успели, но мы подождали все, каждый раз исследовали, что там вышло, что там вышло, и потом сказали, уууу, слава Богу, вышло все хорошо, дети бывают и монеты, и иголки, и предметы, очень опасно, когда они в рот, пакеты разные, потому что пакет может перекрыть дыхательные пути, если они проглотили, это еще ничего, а вот если дыхательные пути перекроют, конечно, это плохо, вот, значит, если обморок, да, мы сейчас скажем вам обморок, устали, можно было бы практику провести, но уже не успеваем, что, что? Если, нет, нужно все равно обращаться к врачу, почему, потому что иголка может двигаться, она тоненькая, в зависимости от того, куда она попала, делают рентген, смотрят, и уже врач решает. Хорошо. Так, при, значит, обмороке, если обморок, в лучшем случае, да, человек приходит в себя, если поднять нижние конечности, кровь приливает к голове, и, значит, человек приходит в себя. Причин обмороков много, да, если, значит, вы видите человека без сознания лежащего, да, то вы подходите, вот, смотрите, конечно, чтобы вам ничего не угрожало, это в медике смеются над этим, вот, и потом смотрите, что первое мы смотрим, первое мы смотрим на зрачки, кто ко мне придет лежать, прошу, пойдешь, да, да, первая помощь какая, мы смотрим на зрачки, у нас головной мозг является зеркало, то есть, нет, глаза являются зеркалом головного мозга, доложись, мы смотрим, берем фонарик, человек без сознания, берем фонарик, ну, желательно, конечно, в перчатках, в оригинале, значит, открываем зрачки и светим фонариком, если зрачок реагирует на свет, то головной мозг жив, гора головного мозга не погибла, далее мы смотрим, что? А, значит, мы, когда свет попадает на наш зрачок, то зрачок расширяется, а наоборот, сужается, сужается, когда убираем фонарик, сужается, понятно, когда светим, расширяется, если есть реакция зрачков, значит, кора головного мозга не погибла, у нас там есть головной мозг, смотрим, там серое и белое вещество, вот серое вещество, по кругу, видите, по краю, это и есть кора головного мозга, она отвечает за высшую нервную деятельность, вот, мы посвятили, значит, реакции зрачков есть, далее мы смотрим на экскурсию грудной клетки, то есть поднимается грудная клетка, нет, кто-то может слушать, но не знаю, не у каждого есть зеркало, чтобы вот так вот приложить, можно так вот послушать, вот, дышит, не дышит, тоже можно не услышать, потому что может шумно быть, я вот руку ложу, значит, дыхательная система работает, это хорошо, далее смотрим пульсацию, на сонной, на лучевой артерии, может, посмотрели все себе на лучевую артерию, давайте посмотрим, вот таким вот образом, вот, лучевая артерия, если давление низкое, тоже можете не прощупать, нити видный пульс будет, поэтому, первое, мы смотрим на сонную артерию, то есть трогаем, таким вот образом, быстренько пощупали себе сонную артерию, почувствовали пульсацию, да, почувствовали, есть пульсация, конечно, никто же не в обмороке, почувствовали пульсацию, значит, смотрим, пульсация есть, к сердечно-легочной реанимации не приступаю, дыхание есть, сердечная деятельность есть, значит, дальше, мы смотрим, что весь целый, хорошо, поднимаем ноги, подняли ноги, приходит в себя, если он в себя не приходит, то фиксируем его на боку, помните, да, почему, чтобы, потому, что, когда человек без сознания, может быть рвота, и может подавиться человек, у нас есть, значит, трахея, она закрывается над гортаником, когда вы глотаете, ну-ка, все проглотили слюну, над гортаником закрыл вход в трахею, и слюна проходит в пищевод, а когда человек без сознания, над гортаником расслаблен, и когда рвота из пищевода, да, может аспирация быть, поэтому, как мы переворачиваем человека на бок, сейчас покажу, вот, то есть какой бы вес у человека не был, какой бы маленький человек не был, то таким вот образом, когда мы бедро поворачиваем, весь, все тело уходит на бок, понятно, так вот фиксируем мы на боку, и при эпиприприпадке так же, при обмороках так же, а при эпиприприпадке еще фиксируем голову, если получится, то фиксируем, да, и ничем в рот не лазим, дальше зафиксировали, вызвали скорую помощь, да, и ждем, если это травма позвоночника, то человека вертеть, крутить нельзя, можно только голову повернуть на бок, вот таким вот образом, если, или возле него контролировать, если здесь есть, вы видите, переломы какие-либо, да, так, это обмороки, дальше, если вдруг мы светим в глаза, реакции на свет нету, кора головного мозга умерла, то не нужно ничего делать, человек умер, понятно, если нет реакции на свет, если есть реакция на свет, пульсации нет, дыхания нет, приступаем к сердечно-легочной реанимации, как мы это делаем, значит, так как человек в одежде, в бюстгальтере, да, вы не можете его там раздеть, вам нужно срочно приступать к сердечно-легочной реанимации, что, почему это нужно, мы смотрим, вот там у нас есть сердечко, да, тут вот у нас сердечко есть, Сердечко – это у нас двигатель крови, он двигает кровь по всем органам и системам. Это нужно для того, чтобы у нас получало питание все органы и ткани. Если головной мозг в течение 5 минут не получает питания, то гипоксия. Гипоксия ведет к смерти коры головного мозга, и человек может умереть. А когда мы делаем сердечно-регучную реанимацию, то непрямой массаж сердца – это как будто бы мы работаем вместо сердца. Мы надавливаем, и кровь выходит из левого желудочка. Мы полностью отпускаем, мы смотрим на картиночку, видите, как надавливается у взрослого на 4-5 см, это глубоко, и полностью отпускаем. Когда мы отпускаем, кровь присасывающим эффектом по венам идет обратно в правое претердие. Так, как мне показать? Надо, чтобы кто-то меня поддержал. Да-да-да, ты же будешь лежать. 5-7 минут кислородного голодания, да, кора головного мозга может погибнуть. Смотрю, дыхания нет, сердечной деятельности нет, зрачки реагируют на свет. Нет, я, вы знаете, не знаю, сможете ли вы, нет, здесь у нас есть мечевидный отросток, можете пощупать, кто худенький у того прощупается, да, посередине между ребрами, вот тут посерединке мечевидный, два пальца выше мечевидного. Но, проще говоря, между молочными железами посередине. Хорошо? Вот так, посередине. Накладываем, да, вы, пожалуйста, встаньте и накладывайте на сиденье. Давайте вы все встали на сиденье, как будто бы это пациент, да. Накладывайте, таким образом, ребром ладони, второе ребро ладони, не сгибаем у себя в локтях и надавливаем. 1-и, 2-и. Чтобы показать вам, как сильно надо надавливать, на живом человеке не могу, да, то надо очень сильно надавливать. Это на 4-5 сантиметров надо надавливать. В локтях не сгибаем 30 раз и дальше искусственное дыхание. Значит, что мы, когда делаем искусственное дыхание, что мы ему даем? Воздух. Воздух даем или что мы выдыхаем? Правильно, углекислый газ. Именно углекислый газ и стимулирует продолговатый мозг. Есть такой прием сафара. Мы отодвигаем, значит, голову назад таким вот образом, выпрямляем трахею, отодвигаем нижнюю челюсть, закрываем нос и делаем выдох. Углекислый газ. Вспомните, когда очень сильно жарко, вы часто дышите или редко? Чаще, потому что углекислый газ стимулирует, понимаете, дыхательный центр. И мы стимулируем дыхательный центр. Хочу сказать опасность, что слюни передают заразу, такую как сифилис. Поэтому масочку наложили, тряпочку наложили. И только потом еще раз показываю, как назад выпрямили, нижнюю челюсть назад, нос прикрыли и делаем выдох. Но говорю вам, защитить нужно самого себя. Хорошо? Хорошо? Дальше опять 30. Лучше откачать. Вот искусственное дыхание не так важно, как качать. 30 минут или до приезда скорой помощи, если зрачки реагируют на свет. Так, если это все. Если это ребенок, то накладываете два пальца. Точно так же накладываете, да, таким вот образом. Вот, накладываете и точно так же проводите сердечно-легочную реанимацию. Данил, иди ко мне. Иди ко мне. Ложись. Я сейчас покажу, как у ребенка. У детей нужно надавливать... У детей нужно надавливать на примерно 2 сантиметра. У взрослого на 4-5. Видите, как нужно сильно давить, да? 4-5. У маленьких детей, ну, он еще уже большой, это двухлетних. У двухлетних вот таким вот образом проводят сердечно-легочную реанимацию. У маленьких. У взрослых еще раз так, да? А у совсем малышей, которые несколько месяцев, обхватываете грудную клетку и точно так же на это же место давите двумя пальцами. Все понятно, как? Так, если человек подавился... Это тройной метод Сафара, да, который я вам говорила. Если человек подавился, да не устань, тоже есть три приема Геймлиха. Четвертый, я вам скажу, который самому себе помочь. Да нет, открою, да? Мы смотрим. Вот у худенького хорошо все видно, да? Ну-ка, в тени живот. Вот у нас тут этот живот. Здесь у нас... Подними голову. Здесь у нас желудок находится, вот тут. Тут у нас ребра, видите, закончились. Вот где у нас желудок, туда накладываем вот так вот кулак. Разделились по парам. И давайте друг друга спасать. Вперед. Вот. Быстренько, быстренько. Друг с другом парами разделились. И друг друга обхватились сзади. Давайте, ребят, быстренько. Таким вот образом кулак. Вот у меня большой палец. Вот большим пальцем к желудку. Сверху накладываем свою ладонь. Данил, не виси на мне. И таким вот образом на себя и вверх. На себя и вверх. Понятно? На себя и вверх. Все понятно? Шесть месяцев назад я ездила к мальчику. Подавился колбасой. Бабушка не знала, как помочь. Вызвала соседа. Сосед не знал, как помочь. Вызвали скорую помощь. Прошло 7-8 минут, и мы приехали. Но до того, как он перестал дышать, прошло, наверное, минут 12. И уже мы приехали, там зрачки... Что? Не реагируют на свет. Но так как родные кричали, помогите, бабушка кричала, мама потом пришла, и они не осознавали, что невозможно вернуть, мы иногда делаем сердечно-легочную реанимацию 30-40 минут, пока родные поймут, что мы сделали все возможное, чтобы спасти. Но мы изначально знаем, что нельзя помочь. Но мы делаем все равно для родных. Вот. Таким образом, если бы бабушка знала, как помочь, еще раз, да, показываю. Кулак на себя. Вот. Сверху. Прием Геймлиха. Если что, смотрите в Ютубе, все покажет. Это один прием. Второй прием Геймлиха, видите на картиночке, это когда ребенок маленький, то вы берете ребеночка на себя, значит, у детей зубов нет, не нужно бояться, в рот средний палец, открываем рот, на язык надавливаем, и вот таким вот образом, вот, между лопаток. Только ребенок у вас на руках, все, иди садись, у вас на руках, он маленький, между лопаток, и получается, что с той стороны мы давим на желудок, понятно? Вот таким образом. Что? Вперед-вниз, вперед-вниз, вот как тут нарисовано, да. Получается, что желудок под своим давлением или, ну, как бы сказать, органы брюшной полости давят на диафрагму, диафрагма на легкие, таким вот образом выбрасывается, да, все, что там, кусок колбасы бывает, бывает фрукт какой-то, бывает виноградинка у детей, фасолинка, сало, шашлык, чего только там не бывает, да. Вот. Следующий прием, это когда лежа. Даниил, пойдешь ко мне, ты маленький, с тобой легче работать. Если, допустим, утопление, ложись, то или вы, значит, человек большой, вы не можете, да, обхватить его, то тогда берете, значит, этого человечка с желудком также на свое, значит, вот, да, на ребро своего бедра, да, расслабься, сынок. И точно так же вы его таким вот образом, да, вот таким вот образом давите, вот так вот, ну-ка, ложись, вот так вот, ложись, расслабься, сынок. Вот таким вот образом сильно надо, да, сильно давить. Был такой случай, что муж свою жену полностью перевернул, вот, но это надо, чтобы жена была худенькой, да. Вот. Следующий случай, когда вы сами себе и никого рядом нет, вы подавились, вы берете любое что-то там, в подъезде, стул, стол, ребром стула, так же себе давите, да, допустим, вот стол, да, вот. Я точно так же давлю себя сама, понятно, вот, будь то в подъезде, будь то где вы, ребром стола, стула, перила, сами себе оказывайте такую помощь. Спасибо, Леночка. Вот мой телеграм-канал, если что, я там, правда, пока редко пишу, только начинающий, вот у нас опытный, я учусь. Вот, если вам интересно, присоединяйтесь, что-то из своей жизни пишу, что-то случаи из практики, какие-то, значит, посты пишу, да, на духовные темы тоже что-то. Вернуться, да? Ага. Вот, дальше, надеюсь, да, конечно, что все это не будет случаться, сейчас еще немножко пройдусь, расскажу, пока вы фотографируете, да, вот это у нас кости черепа, может быть черепно-мозговые травмы, понимаете, это кости черепа нужно тоже беречь, они очень много, могут быть в давлении, вот. Вот, сотрясение головного мозга проявляется рвотой, тошнотой, субарахноидальные кровоизлияния могут проявляться разными зрачками, вот. Вот, поэтому в течение 72-х часов после травмы головы важно обратиться к нейрохирургу, делают рентген для исключения целостности костей, ну, то есть нарушения целостности костей черепа, делают СКТ, если проверяют, есть ли кровоизлияние или нету, да. Также при инсультах делают СКТ. Дальше. Я, значит, один из организаторов вместе с Василием Юнак и Алексеем Егела, онлайн-курсом «Анатомия физиологии человека». Мы это записывали в 2020-2021 годах. Вот, этот курс действует, вот ссылочка на этот курс. Если интересно, любой возраст, значит, любой профессии можно пройти онлайн-курс «Анатомия» в течение, значит, года идет. Также уровень медсестер, у которых я веду, значит, преподаю уроки. Вот, и регистрируйтесь, и потихоньку там каждый шаг, значит, там все написано будет. Желаю, чтобы ваши навыки Вам не пригодились. А, вернуть? Сейчас, минуточку. Вот, этот курс длится, значит, год, но мы продлили до полутора лет, да, кто занят, например, до 18 месяцев мы продлили. Раньше был один год. Там Вам будут предлагаться презентации, картиночки, видеоматериалы, все. И через год Вы будете знать и «Анатомия физиологии», немножко патологии, и оказание первой помощи тоже по чуть-чуть. Ну вот, при необходимости, если вдруг, не дай Бог, что-то случится, вот, чтобы Вы все вспомнили. Это наши сыновья, Давид и Даниил. Во время ковида я их одела в костюм, они лечили папу. Вот, хочу сказать, что жизнь и смерть, она в Божьих руках, она не в наших руках. Вот, и когда я приезжаю на вызов, я делаю, что могу, чему научено. Но я знаю, что жизнь в Его руках, понимаете? Когда говорят, Вы спасли мне жизнь, я абсолютно с этим не согласна. Господь спасает жизнь. Мы только делаем просто свою работу. Верно, верно. Но все равно жизнь, Вы знаете, есть ситуации, когда есть травмы, несовместимые с жизнью. Человек не должен был выжить, а он выживает. Бывает, мы везем, но все же все хорошо. Вот девушка, болит живот после ДТП. Мы отвезли в больницу, а там она закровила, за 3 часа ее не стало. 22 года. То есть вроде все хорошо, она улыбалась, да даже отказывалась от госпитализации. Нет, все-таки поехала. Вот, поэтому говорю, жизнь и смерть в Божьих руках, понимаете? Она не в руках болезни, не в руках врачей. Вот, и когда Вы оказываете первую помощь, вот Господь Вам в помощь и этот стих. Все, спасибо. Если есть вопросы, потом. Спасибо. Я забыла сказать про шоки. Шок – это когда падает давление. Это не когда Вы узнаете какую-то новость. При шоке человек бледный, потный и очень сильная слабость. Вот это срочная нужна госпитализация и скорая помощь нужна срочно. Понятно? При шоках бледный, мокрый и сильная слабость. Спасибо. Уложить, только уложить, да. В зависимости от повода, понимаете? Может быть, при инфарктах бывают шоки, при аллергиях бывают шоки. Шоки разные. Тут уже нужно медицинское образование, чтобы определить. Спасибо. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо.